здравствуйте с вами программа гипотеза и я лили и ликова сегодня у меня в гостях наши гости из далекой-далекой бразилии синтия волосостер это студентка из бразилии и настоящий посол культуры бразилии в казани потому что на самом деле но не так много бразильцев у нас как мы увидели во время чемпионата мира по футболу привет синдзя привет и очень приятно что вы мне пригласили здесь чтобы представить свою страну и могла чуть-чуть говорит о своей культура отлично но совсем недавно вот у нас было много достаточно бразильцев в городе и наверное я тут не ошибусь если скажу что это был настоящий праздник когда на улице пели играли что-то такое изображает то есть это был настоящий карнавал для нас бразилии всегда чемпионат мира это праздник даже люди в бразилии время игру они останавливают работу и чтобы чтобы из материи игру и все собраться все вместе семья не семья все чтобы друзья были вместе всегда это большой праздники позы карнавал например ну было очень смешно и удивительно меня потому что у меня подруга здесь звонили мне говорит синдзя я не знаю я проснулась в бразилию листок из бразилии приехала выказания не понимаю я думаю да они приезжают и приезжают потому что любит футбол очень сильно а как вы болели за футбол но я честно скажу что я вообще человек от футбола абсолютно далекий но за бразилию болеть я ходила лучше бы наверное не ходил да не говори да вся фан-зона там так очень многие бразильцы бразильцев болели вот а как какие есть кричалки то есть что надо было кричать чтобы вот подбой они такие столько песни то который не всегда и песни для они все этот песни есть но сами моменты был что я была сама вы стадион и видела и столько мне разочаровалась что они не победили ли они играли не полноценно не знаю не очень хорошо и видит это живую это думаю это огромный боль особенно когда я сидела рядом семья у футболисты я не и прямо плакали очень жесткий аду ладно и они очень много песни чтобы мотивация делает ты подавай давай бразил вот как давай давай бразил ваевая бразил вам из бразил что еще оле-оле-оле-оле-оле-оле-оле бразил бразил они много это пьет поет на 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 этот еще есть много которые иногда не всегда из хороших слова но нормально для футбол мы конечно запомнили бразильскую бразильских болельщиков казани запомнили тем более что бывает редко и запомнили именно как карнавал карна вот потому что наверное я не ошибусь если скажу что когда мы говорим про бразилию мы что знаем мы знаем что там есть карнавал который проходит в конце февраля да если я не ошибаюсь да да вот в конце февраля у вас праздники лето праздники у нас конце лета уже начинается потому что уже поменяет этот но погода все равно бразилию больше всего жару вот я например северный восток у меня очень холодно плюс 18 и это что-то удивляется но карнавал у нас по-разному проходит вот как вот существует так вроде же мир это самый популярный который вы в россии даже показывает что школы самбо все этот который они прямо сам бодром и строить все это есть а северный восток чуть по другому идет и большой машиной звук и певец идет наверх эта машина этот очень надене столько смешно потому что люди не смотрят что ходит больше 8 километров и тусует из это про улица где-то очень удивительно что они даже не замещает что идет идет танцует дружит все это на улице это время который больше время дружи любит на бразилии вообще это днем проводится такой карнавал днем вечером любое время это день недели практически без перерыв и практически мне чуть иногда обижается когда живу как я живу в россии уж и банкные работы даже даже нас банкные работы иногда работает все отдыхают все веселья ну а туда на карнавал выходят только те кто собственно танцуют самбу или кто вот или все-все-все учат это свободно если вы идет например это карнавал который не прямо на улице и строить вы может удивляйтесь что ребенка идет маленький зародители там уж это больше спокойно можно видеть потому что люди ходят с фантазией ходят и например одевает и что хотят и даже мои на мои район северный восток есть такие шутки смешная что один день мачки должны одеваться одежда девушка и девушка должна давать одежда мачки это как измена 1 1 года не можно так и себе позволит это очень смешно и получается потому что даже ребенок иногда на этот идет на шутка как называется твой город масса и на побережье да да они говорят что как гавайский это как и бразильский гавайи что там очень красиво реально сейчас мы это посмотрим вот я еще хотела спросить а какие есть общие праздники ну такие которые уже понятно что вот футбол это то что объединяет всю бразилию всю бразилию объединяет карнавал какие еще есть общие религиозный праздник или общенациональный знает что объединяет если весами главное который объединяет это например на мои район северный восток то есть один вечеринка который называется сан-жуан это не очень популярный здесь неизвестно но мне удивляет потому что она очень весело проходит это проходит прямо сейчас сейчас да это сам измешно вы знаете почему потому что до чемпионата мир это все это вечеринка началась и время чемпионата не говорит ой объединяем две самые любимые моменты который годы есть это называть сан-жуан и что они играет музыка фаха фаха это другой другой совсем стиль музыка но она танцует больше всего похоже на сауса потому что это ближе две человек танцует между собой и вот это больше похоже типа сауса бачата и так боли виды чем это да ближе к испанским ну да да как ламбада но не ламбада ламбада же слишком ближайший галок ламбада да да наверное все и знает каума да когда она поет еще разу сифой киндио совпечера да понятно так это такой праздник а например там ну совсем не в сезон новый год рождество новый год вот как он мне мне было известно вот другой вещь я должна адаптироваться и здесь когда приехала потому что у вас есть новый год нет и снега для вас это не новый год да это не праздник елка снег это это не праздник у нас и елка даже да есть но у нас новый год без пляжей это это не это не новгода это типа что-то за и странно странно вечеринка вот например у нас вот фрио-жанейро наверное несколько сериал показывали что новгода отмечает вот недавно я смотрели что сериал из бразилии показывает что они прямо на пляже копа кабана это видит это самый большой салют который бразилии есть этого копа кабана они вообще очень красиво делает я думаю больше около 15-20 минут просто салют и у нас все побережье это строит то есть новый год он проводится на пляже с елкой наверное где где елку нас больше всего на на разность его который проводится 24 по 25 а то есть и рождество и новый год новый год вы празднуете что происходит разность его это больше семейный праздник это больше когда ты собирать его близки это отмечает дома или собирается на разные места а новый году эту же ты отмечаешь чуть-чуть свою семья а потом уже идешь и опраздновать вечеринка концерты играет обычно иногда начинается 00 после после 00 начинается и закончил только на следующий день вот правда ли что бразилия она вся разная вот ты рассказывала на том уроке потому что в принципе ну мы действительно не очень много знаем о бразилии особенно о том как она делится есть все-таки представление что это такая страна очень зеленая что море что там какой где много дать обезьян когда это же кино и про то что там огромные пляжи и про фавелы ну то есть потому что вы может например приехать ко мне северный восток можем если пожалуйста но потом вы приезжает в риджанейру это другой совсем культура в юге где много русские итальянцев немец украинцев там много который уже даже город и например помирот это в йога бразилии она даже построена как и немец прямо вы заходит прямо германия чувствуется но что немцев и поляков много поляка тоже правда много да русский а почему тогда у когда был чемпионат мира бразилию россия играла больше всего в йога потому что там больше всего поддержка был потому что там больше всего было достаточно чтобы можно сразу болеть за них вы вместо компактного проживания прямо все такие а давай посмотрим немного вот вот нашу еду до кухни которые здесь вот это караже который в боя делаем не да это морепродукт они иногда очень острый как здесь обходитесь без местной еды без без бразильской не без местный вот это вообще трудно потому что иногда вы найдете где-то то черный фасоль ли что-то ну и здесь в россии обычно не убирает и соус от фасоль и только оставляет без соус фасол потому что обычно виделась салаты сет пиво раз который стал клубе салада с фасоль я думал с майонезе еще я думал что происходит минуту потому что фасоль например для нас любой типа это мы кушаем каждый день это основа до основа это основа и потому что он тоже если вы приходите гость домой и любой если вы например приходит ко мне гость там прямо будет фасоль рис мясо либо курица либо либо мясо с говядиной телятина разный у нас больше всего едят майонез когда да из какие-то типа салата который должен называется салата хуса это да это не это известно потому что он у нас везде называется оливье в россии и за границей почему-то везде он называется как русский салат у нас это как оливье из добавить добавка еще потому что они еще разные чудо бабка делает и говорит это салата руссо когда я бываю бразильным не говорит салата хуса говорю нет это не салата хуса и до оливье и по моему моя мама была здесь в россии я думаю что это ее самый любимый потому что даже когда в бразилии нам и говорит пожалуйста оливье или столичная ладно столичная да да и здесь больше всего я вижу что они новогоды на черные одежды все это меня принимает черные одежды на новогод и это в европе спокойно нормально да у нас по-разному вот белый это уже приходит спокойствие во все это красные ты страсти ты хочешь страсти на это год розовая ты хочешь любви желтый ты хочешь деньги это то есть надо еще правильно одеть за правильную пищу и правильно еще все нормально да все отлично а смотри делится бразилии ведь она на регионы да вот как они различаются между собой да это фактор ваще вот на примере если я например я и сказал нельзя приеду москве и скажу айда пошли там и сразу не буду говорить вот татары стан вот девушка сатариста татарка ну ладно у нас бразилии акцент разный фонетка звучит разные и не просто этот у нас есть даже из ленге своих язык я не говорю языков но диалекте 170 диалекте велик но это больше уличный потому что вот например есть такая возможность есть я говорю я говорю меня женты моих народов в юге они сразу знать что я северный восток потому что это больше закрытый разговор как они скажут они скажете больше меня женты нт конце такие вот они даже иногда не любят такие шутка как и например лейте кенты они говорит я говорю лейте кент а видео например буду говорить лечь лечь типа они говорит типа вам уж иногда немножко с португальским до акцентом вот это шиши у них конце есть такой ну ну похоже да больше как нам левые португальский зонгола мусамбик который португальский португалия разговаривали ну из лавар полностью бразильский вариант да она получается на юге на юге там говорят с каким-то немножко итальянским произношением более ли не дамы да больше и больше больше иммигрантов акцента чуть-чуть уже смешанные а есть вот какое-то такая ну не знаю закономерность или статистика что вот группы иммигрантов когда переезжали они селились в разных частях бразилии и ну вот например там что в районе рио больше португальцев осталось или там на юге будет просто у нас когда был например колонизация колонны были колонны с португалии они все это делает а потом вокруг осталось только на испанский разговаривать только мы из бразилии разговариваем по португальский еще сейчас его и варене сейчас уже давно с его вариант португальский при этого начались по район и тогда каждый свой район вот например серверный восток было много голландцы и французский в юге было много польских украинцев русских и немец итальянцев сан-паулу рио-джианеру но больше сан-паулу был иммигрантов а ты от италия сан-паулу до сан-паулу прямо даже район есть если вы приезжает сан-паулу есть китайцы в район японцев район и еще итальянцев район и они говорят еще на итальянском или язык уже не сохранилось они сохраняют языков но больше на португальский разговаривать вот даже уже последнее время исток иммигрантов с арабы стран мусульман который около фазе васу и фазе васу они построили мечет огромной белой красивой там вот поэтому я вам скажу и здесь сказано не у вас есть такая например вы кремля мечет напротив и право зла вы и вы все дружелюбно живет я тоже могу говорить что в бразилии живет дружелюбно и никто не трогать даже если вы приезжает это не говорит я хочу быть буддист никто ван и трогать потому что это ваша выбора и вы может спокойно это самое главное друга друга не мешает ну то есть бразилия эта страна как плавильный котел культур тогда на того как соединенных штатах было ну да у нас просто гости принцип много и и люди народ широкая я даже вижу я даже вижу несколькие люди которые приезжают просто гости и в конце концов остается то это это удивляется что они прям остается любит празилии не хочет уезжает если язык везде преподается один то чья вот какого региона из произношение ближе всего к языковой норме вот какое где сан паулу или где рио или север или вы будет вы будете уезжать сам паулу буду это вопрос сделать не буду говорить конечно мы то есть вы будет северо-востока не выгодят не тоже они не определенная будет не не будут все будут говорить и мы правильно все а по телевидению какое произношение она что они делает они сделать один очень жестко работать из фона фонодиолога или логопедикам наверно вы называете здесь логопед чтобы максимально убрали любой акцент чтобы убрали чтобы чистый был полностью без ударения северного стока без ударения с юга чтобы полностью было без ударения они это очень работа делается уже из начала образования есть такая вещь как портунио 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 это что такое ну понятно что это тот язык смешанные португальский с испанским который где-то там по границе с испаноязычными странами у нас такие границы столько и страну который разговаривает на испанский у нас очень много и портунио это когда смещает португальский из испанском и это когда человек не например я знаю португальский и хочу я питаюсь например с его и гости который который на испанский разговаривает я пытаюсь ему объяснить что то то и получается несколько из лавар на испанский несколько из лавар на португальский где-то очень смешно потому что это много момент просто это излучается в бразилии особенно когда аргентинцев или боли вели перу приезжать в бразилию или когда мы приезжаем например чили разный город и страну и так получается очень смешно потому что не только у нас бразилии да они говорят что мы очень эмоциональный на самом деле я думаю все эмоциональны не только несколькие страну издержанно чуть-чуть но эмоции все есть но насчет этот еще дополнительно могу говорить что самый смешной плюс портунио это иногда жест потому что до южная америка много жест разговаривание за еще вы заметили что они много жестикулировать и все это да мы это есть до что мы много видимо от итальянцев перешли может быть ну как ты параметаны уже и знать что мы эмоциональный таки поза таки любовь такие разговаривать да можно а вот в бразилии например аргентинцев или углайцев понимают без переводчик то есть те кто говорит по-испански вы понимаете без перевод будет что-то трудно потому буду очень трудно потому что иногда что происходит вот если вы замечаете что итальянцев и кто говорит на испанско они очень хорошо уже понимаете друг от друга ну не всегда ну не всегда но не больше всего понимать потому что много зловар сопадается а португальский это же чуть по-другому немножко подальше да а мы может их понимает ну их не может нас понимать так много то есть те кто говорит на испанском меньше понимает для меня это в португалии стало просто открытием когда он сидит группа португальцев и сидит группа автобусе буквально университетском сидит группа испанцев они разговаривают каждый между собой и явно что причем они говорили даже друг про друга или друг друга не понимали да вот окажется что языки настолько похожи что как это можно латынский корр ну это тоже этот так смешной получается потому что мы может больше понимать их чем они понимают вот так вот ну поэтому я говорю вот например мой папа сам итальянцы все это ну языковой похоже же и сопадается нискакий слабо типа итальянский говоришь я больше понимаете разговаривали уже на ее парлампога потому что моя бабушка все время на москому поди куста бомбина нами парли итальяна к маме и так мне такие ситуации потому что практика нет любой язык и нужна практика если вы учите любой язык даже английский испанский итальянский и позже на практика а можешь вот прочитать давай прочитаем по португальски или на поле а да потому что просто не терпится вот на португальский там написано омин и Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДimaTorzok